итак начинается последний матч на первом игровом дне собственно это повторение матча рейзи сайфер единственное исключение у рейзи сейчас есть преимущество одну карту так как он свои сеточки прошел из винеров но у сайферу не привыкать выбираться из сложных ситуаций вопрос только как он сможет сейчас такому рейзи противостоять нашу рейзи в отличной форме кулера он очень уверенно обыграл и 2 кило это вот это уже интересно первый фраг от рейзи как-то сайфер совсем легко отдался казалось со стрельбой рейзи конечно так вот лезть ладно смотрим дальше рейзи на расстоянии здесь наносит дэмэдж и подъедает арморочки сейчас 2 кило на карте причем рейзи реально очень-очень толстый хотя опять же по сравнению с килом сайфера все в принципе в беларус тоже нормально нанес он дэмэдж нанес еще с ракетами сейчас все равно у них равный стек главное чтобы у сайфер не было ложного ощущения что сейчас совсем дохлый соперник рейзи сейчас собственно сайфер гонят и убивает из хэви машинга на и успеет пока соперник не от респаунился забрать хэви венгер подсказали мне что не было звука игры спасибо я как-то не обратил внимание извиняюсь так у нас собственно набирает первый фраг сайфер как говорится на лёшу звук там и сюда включим ром звука нет я понял спасибо очень приятное напоминание ладненько смотрим в принципе ничего такого прям не пропустили самое главное что есть картинка чуть-чуть чуть-чуть надо постучать по дереву три раза по себе смотрим дальше цифер код саны и резина спорта шима по счету и так неплохо по любому будет одну давить потому что играть слишком много еще поэтому надеяться на то что отбегаешь смысла нет просто карта может создать 10 секундами гейм рейзи уже занял неплохую позицию белоруса прогнал так здесь две секунды до хэви но рейзи бежит 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 30 хп улетел сайфер сферки очень вовремя как ракетка что-то не идут сайфер все время меньше стэк соответственно вроде больше не так тому что позиционно конечно разве тоже лучше отыгрывать эпизоды наносит больше дэмэджа ну вот час айфер очень хорошо подъел но на хэви он не зашел у рейза белочка катилась приключили на маке цифер еще полотенчик сейчас в сессии вообще хорошо кстати ракета почти не задела а вот цифровская залетела более плотно мига 7 секунд они очень часто пов переключают даже путаешь так вот момент мигу забрать и в спину в спину мало-мало есть 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 минус рейзи но вот ни к чему хорошему такая тактика не приводит 1 0 за сайфером напомню кто не в теме 1 0 ведет рейзи сам матч не игрался этот просто ему дали преимущество в одну карту как победителю сетки виноров здесь некий такой фут дабл и вот собственно поэтому и 1 0 у нас ну того так сайферу на киль я начал рейзи подобрал шапку может драться сразу же его тратит но здесь дабы за мигу побороться кстати поборолся отлично и сейчас еще и хэви отожмет и как-то сразу поплохело у сайфера там ситуация ну 100-100 в принципе рейзи на полтинничек толще несущественно вопрос позиции опять что неудобно сходить на мигу будет хорош как будто кульком был я так среагировал 2019 а если визу дадут будем надеяться что дадут ладно смотрим дальше рейзи продолжает выедать все у сайфера проблемки но вот в первом раунде примерно такая же картина была все в порядке все нормально закончилась собственно рейзи конечно просто сейчас соперника найти набилки его ближнем бою расколоть ну как много дома жену вот вот то что говорил так хорош хорош попробовать нет орёт там биджей и что успеет ли резина хэви да он еще подобрал полтинник и в итоге не 100 мура 150 у него в запасе и биджей сейчас также еще и с обиточками хорошо рейзи кстати хэвиком этим орудует стабильно под соточку дэмэджи так здесь сайфер пошел ва-банк 28 хп но сайфер там еще меньше было поэтому естественно не пошел добивать но очень быстро ситуация выровнялась только рейзи сейчас еще и с хэви и до следующей миги времени вагон рейзи пойдет занимать позицию или вообще пойдет сейчас добивать хорошо так как 3 хп осталось при этом тут но вы поняли меня просто там 30 по моему сайфера было залетела не помню что там перед сферой было сфера а сейчас беда 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 еще раз лопнул красавчик лёша как он такой вообще дикой ситуации но здесь поджарили и блин 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 все очень быстро все завершилось спасся в нереальной ситуации в итоге чуть-чуть не хватило ну когда-то конечно это пруха должна была закончиться потому что ну реально рейзи шел вроде бы за фрагом а вроде как умер опять старую жугу заводим замечательный звук в этой креветки но кстати что-то постоянно попадает еще как много снял блин ребят ну трейзи вот в таких компом компонентах причем раньше на самом деле в таких микро моментов не не так уж силен был вот он их очень сильно подтянул может за спиной raw смотрел много матчей то жиров тоже такие моменты любят исполнять и вот реально вроде ситуация такая что далеко друг на друга находит друг от друга находится при этом чисто на выборе пушек 2 хп чисто от микро моменты выбор пушек бац бац и соперник добит и сейчас может ну что ж ты не дохнешь то все все порядке вопрос что сейчас будет дальше рызи может просто ворваться да уж вы все сами видели мало правда осталось конечно сайфером за мел он уже не подерется ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй бежать надо на раке . на 100 там правда тут же хэвик и вот чего ты лёша здесь тусуешь вот чего со своим там полтинником каким-то не серьезно так полетели в снежки от миге отогнали уже и можно сейчас вообще ну не убить но до суицид довести неважно все средства хороши лёша набирает ребята обороты теперь понятно почему антонован смог переиграть он реально очень-очень сейчас хорош после так сказать несколько невнятной игры в первом туре сейчас он по ряде полном и просто раскромсал сейчас рейзи сейчас рейзи еще может быстрый фраг 2 отдать нет 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 не туда бежит не угадывает куда собственно соперник пошел так драка драка мало у рейзи все в порядке сейчас собственно один дк там остался один дк на мегу пойдет ли сайфер на мегу где 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 это что за это шоу фаршоу вообще непонятно что было есть 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 карта за сайфером отлично отлично он еще и уши сейчас оденет это вообще будет смерть венграм если будет такой же скилл лёша показывать и 11 сравнялись очень важно психологически потому что 20 было бы конечно ой 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 как там венгер ты еще не поплыл в матче против рафы но вот сайфер пока в порядке и а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это значит, что хорошие сейчас шансы у Сайфера вырваться вперед Ну, Рейс, конечно, на ДМ6 тоже неплох Но главное, что у него нет плача Рейнджер на Рейнджер, начало Сайфера Убирает ротганчик и первую ротцу заносит Хорош! Да какой-то ты бессмертный! Так, а здесь нету машингана! Ай, позорище! Ну, здесь на самом деле... Позорище, что не та пушка и шутган там не помог Была бы Мошна просто две пулечки Но у него просто не то оружие было Ну, как отдался-то в такой ситуации? Сколько рейлов занес? Ну, на самом деле, конечно, просто не всегда у нас кучи дают машинганки Сам выбираешь На ДМ6 на самом деле, ну, надо Мошну-то, мне кажется, брать Стартовый Это ЗДН хорош На шутгана Очень обидно Ну, ладно Два биджея теперь у нас Рэйзи, конечно, очень повезло в том, без золя Хэви лежит Рэйзи сейчас может собрать Нет, 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 не пускают Еще и рейл в ответ Рэйзи по-быстренькому подъел Армора Обратно Сайфер, возможно, сейчас Будет на мигу врываться И пытаться На шафтах подраться Да А билочка А билочка Ну, вот сейчас Повезло уже Очень сильно сайферу Что на самом деле Так, больно Нет, нормально все Правда, рэйзи будет очень толстый Следующий миг гем И по контролю получше Все должно быть у него Хорошо Писай, мой горшок Брызь, брызь,мига За Лешей И, кстати, сам он теперь на Хэвик Дэээпа По идее придет Только почему-то на мигу он вообще не пошел А он хочет сейчас соперник сыграть И сделать фраг Да, 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 бежи, 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 бежи Прям я чувствовал, чувствовал. Просто обычно мне в этом месте вся попадает хрульцой. Ну ладно, на самом деле сейчас Рейзи подберет аптеку и ничего, в общем-то, страшного для нее не произошло. Сейчас он очень быстро станет 100-100, потому как после этого он поднял хэви. Как говорится, не добил. Ну вот, собственно, все с нуля начинать. Вижу вопрос в чате по поводу переключения пола, с учетом того, что здесь в этой игре много телепортов, иногда реально путаешься вообще. Так как телепорт тоже очень, так сказать, кардинально меняет картинку визуальную. Ну, ребята, что вы? Зачем вообще переключать? Минута 20 осталось. По-моему, он накаркал на тему переключения. Зачистили еще жестче. Так, ну что, надо найти Рейзи соперника, но там Би Джей, который, в общем-то, себя очень неплохо чувствует. Какая все-таки у Рейзи выдержка зверская. Вот так вот стоять. Но у Сайфера все в порядке, на самом деле, потому что после этой плюхи на стол он тут же подобрал себе армор аптеки и все у него в порядке. 35 секунд, а Би Джей на готове. Очень смелое решение, но... Не, я имею в виду у Сайфера оставаться на этом джампаде, а не пойти где-нибудь. Проходим, пытаться подловить. Так. Ну, не, ну здесь... Даже Чудль не спасет. И 1-0 за Сайфером. Очень содержательная беседа в чате, я вижу. Как я понял, за Рейзи не очень много людей болеет. Что-то Рейзи вообще не попадает. Куда-то Рейл... Даже, в общем-то, не выцеливая просто. Это даже не флик, это просто... Не знаю, как назвать. Совсем не замедлился ТЭП, но он врывается, в общем, быстро Сайфер, девочка П. Хорошо. Как все так медленно шло минуту. Так, сейчас будет заварушка. И хороший шахтик от Цифиреночка. На Хэви, наверное, не успеет. Кстати, там Вайзером можно попробовать закрыть. У него уж там ничего нету. Ну, кроме Рейсы. А че ж с Фергой-то не полетел? Мог бы зашовтить. Там только Рей... Рейса бы была в ближнем бою. Куда тебя шовтят? Жестко. Две Рейсы было бы тяжело попасть. А вот сейчас Леша... Тяжко. Он случайно упал на этот... Жамп падал. 11 хп. Хорош. Хорош. 2-0. Уж... Ушла последняя ракета прямо в фризе. Хотя уже Сайфер там погибал в любом случае. Тяжко. Почему ты меня зашиваешь так? Почему ты меня зашиваешь так? А? Да! Ужас. Пока у Леши идет играть, фу-фу, Рейзи не знает, что можно придумать, потому что действительно Саффер играет без ошибок и по стрельбе полный порядок, так, здесь Сфера, наверное, от Саффер не будет, а вот Рейзи пойдет и нарывается на ракету, правда тут же в ответ попадает сам и начинает ускорять темп, нет, наверное, все-таки пойдет Хэви съест, хотя вот, смотрите, решил попозже взять Хэвик и теперь по контролю, наверное, будет давить жестко. Эх, проблемы, проблемы большие, привет, ребята, это нечестно было, это было ужасно нечестно, даже если Саффер, так сказать, ближе родней, но это был, ну ладно, Рейзи свой фраг все-таки взял, просто там Саффер был такой дохлый, Рейзи настолько отъелся и с Ферой, как кота. разорвало, почему кота, не знаю, 2 ХП и теперь же Саффер берет свое за счет блажки. И смотрите, у Рейзи последний вайзер, причем особо ничего такого он им показать-то и вряд ли сможет, в плане обилки, ну разве что рейлить? Нормально там Леша врывается, лучше пойти скушать мигу, всяко вкуснее, ай, 2 Рейзи, надо спасаться, армора нет совсем, видимо не особо подерешься, теперь карту придется отдать, сейчас еще и обилочка восполнится, хорош, есть Рейзи 100-100, сейчас у обоих одинаковый стэк, у Саффера при этом сейчас также обилочка откатится, 2-1 в пользу Леши, и собственно одну карту ему затащить Рейзи 2, это очень хорошее преимущество, интересно, что сейчас у них будет играться. Саффер на ООО очень хороший плюс морали, по белому кулеру 2.0, это тоже о многом говорит, и сейчас фактически если убрать то преимущество, которое по сетке Рейзи получил, пока что Саффер 2.0, но по факту, по факту все-таки 2.1, но все равно один шажок и плей-оффчик очень-очень близок. Гоу, не мига, сидела. Зима. Зима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, понеслась? Возможно, решающая карта Сайфер на келье Сразу к ракетке И теперь уже можно наступить взять Мигу Спокойненько Шафта по идее вроде нет Можно попробовать подловить Субтитры создавал DimaTorzok У него уже шафт Что-то его оба мажут И вот это, конечно, катастрофа Вот так вот свалится от Леши Нелепо И сейчас всю карту отдаст он Сопернику Как же так неудачно получилось Ну Рейзи Тоже как-то так нелепо вышел Видимо Сайфер просто растерялся В этой ситуации Рейзи Тем временем быстро насобирал грибов И Обилочка Уже в порядке у него Готов он драться Нормально Нормально Ненормально Но на самом деле Очень хорошо Сейчас Рейзи сыграл Сайференка Побил К сожалению Последний Рейнджер Там остался Я там тоже, кстати, не попадаю Так Рейзи продолжает Хороший Тем временем Опять уже Откатилась Спокойно Забегать На хэви И Причем Рейзи так Достаточно аккуратно Заходит Но В итоге Сайфер Удачный сыграл Правда Очень все равно Не слабо Шахтом Побил Но опять вот Мега уже спасла А вот сейчас А вот сейчас За этим полтинчиком Очень опасно ходить Но Сайфер идеально отыгрывает Свою любимую Мне кажется Связку Подшафтить И подрейдить потом И Одного перса забрал Теперь осталось Скилом подраться Хорошо Сыграл Тут Гренка Ой-ой-ой Рейзи тоже Красавчик Ворвался Через телепорт Не ожидал Этого Сайфер Первый фраг Зарызи Да Здесь действительно Может быть Валидол Нет Написали что Водофон Ну Почти Почти Люди в чате Заканчивайте Разговоры Такого содержания как у реактора Потом будете просить вас разбавить Потом будете просить вас разбавить Тем временем мы резем Запер Фраг Так Ну Это как такого Подбрило И как вам попало рульсу Ну Вот Сейчас пока Она выловна Рейзи Поувереннее Выглядит А вот сейчас Сто ноль Куда он прыгает Ну Ребят Ну это вообще Фантастика Рейзи сейчас стал попадать Просто Нереально Что-то Тоже творит И Близок К тому Чтобы эту карту Забрать Собственно Это его выбор Карта Пока Он оправдывает Это Так Оба айтема лежат Сайфер Вообще Не до хэви Ему здесь хотя бы Какую-нибудь На птичечку Подгрызть Но Собственно Все Закончился Наш Цайфер Нет Смотрите Уходит Но нет Здесь Закончился В этом раунде Ну там Просто Жирничай Рейзи Пришел Добил Странно Рейзи Как-то Играет Да Ребята Смотрите Что это было Вообще С гвоздями С гвоздями Вместо того Чтобы Побыстрее пойти Что-то съесть Куда-то там Тар-тар-тар Ну Глобальный На что Не влияет Естественно Ну вот Те действия Тоже Вообще Ни на что Не влияли Просто Потратил Чуть-чуть Времени Бежит Мига Ох Залетел Плюшка Но Все равно Там По-моему Брази Попал Так Наверное Лучше Точно Нельзя было Попасть Поэтому Казалось Что Вроде бы Сейчас Перестреляет Его Сайфер Нет Разметила Очень жестко И Сайфер Врывается На шафтах Самый Тоже Попадает Сейчас Попробовать Успеть Хеви Отспавнился И Все Подъел Персонажем Ничья Сейчас И Сайферу Нужны очень Часы Чтобы обилку Восполнить Потому что С плотным килом Бороться будет им очень тяжело Без нее Отчего не Рейл Но уже не важно Самое интересное Сейчас Сайфер все идеально Сделал Но при этом Рейзис съел Сначала Хеви Потом Мегу И по стыку Абсолютно равная у них ситуация Осталось Осталось Как Ну Вот Просто С течением Обсо Что Так Неудачно Вышел В это место А там оказался Рызи С оружием Ужас Ужас Так Наконец-то Фраг 20 хп Последний Рейнджер У обоих Хорош Ну Ну Чуть-чуть Ну еще капельку Да Что ж такое то Что ж Рейзи такой Неуступчивый Возвращается В бой Сайфер Хотя Почти Уэл У него Улетела С подноса И Продолжает Борьбу Сразу Прочекать Ракету Только Потом Причем Смотрите Мегу Вообще Задерживает Сразу же Ну Рызи ее Сейчас Тоже засек И Сайфер Пришел На Хэвик Причем Отлично Пришел Сейчас Даже Без химии Руки джамп пошел делать Но Немножко Да Не угадал Действия Соперника Ширина Руки джамп И Контроль Отличный Резит Тем временем Стал 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 Тоже Тоже Терпимо Но Нужен Подлов Грамотный И Не забывать Порядок Появления Девайсов Первым Хэви Услышал По моему Сайфер Что Соперник Там стоит Надо Быстрее Его Убивать Но Здесь Не нужно Резию Никак Выживать Ребят Ну это конечно Очень круто От Рези В такой ситуации Так попасть Так Сайфер Идет Делать Быстрый фраг И может сейчас Нет не может Рези Просто Наверняка Шел И Снова Сайфер Последний персонаж Что то Рези Распулялся Что то как то он Прямо распулялся И у нас 2-2 Сейчас будет Решающая карта По идее Выбор Сайфера Что он там Выбирает Надеюсь Не Молтон Фоллс Редактор субтитров Молтон Фоллс Редактор субтитров Продолжение следует... У нас Аль Классико, ZDN на решающей карте, ребята на вылет играют, кто-то пойдет в плей-офф, кто-то пойдет в зрительный зал. Продолжение следует... ЗДН сегодня вообще мы не видели еще ни разу. Что-то не жалуют ее игроки, но по крайней мере своим пиком не выбирают агента, на них нет. Но на дрем-хаке он всем покажет. Здесь сейчас рейзи, конечно, я думаю, будет очень жестко играть от обороны. Слишком великация на любой ошибке. Так, следующая, думаю, сейчас появляется. Хороший триболт, но в ответ тоже пролетела. Ой-ой-ой, сфера бога сейчас у нас была. Причем Сайфер еще и, получается, без миги летел, то есть он вообще мог бы там остаться на этой стеночке. Так, узнаю базу. Рваться с рельсой и, в общем-то, не подстраховаться. Рваться с рельсой и, в общем-то, не подстраховаться. Если ты нас смотришь, привет тебе. И без обидки. Причем такой момент был на Войлов над, когда Сайфер вторым этажом на Мегу заходил тоже. Его убили, не совсем удачно выбрал пушку, и его просто застали врасплох. Минус один Сайференок маленький, еще два осталось. Верим, Валерим, ждем. Так, будет ли Рызи с веркой прыгать? Нет, он предпочитает на 100 занести плюху. А Сайфер через обилку выходит на Мегу. Тем самым всю карту он съел. Тут же ему немножко срезали. Низка. Да, тяжелый на самом деле будет бой, и я чувствую, что это тяжелый, в смысле, для зрителей. Для игроков, естественно, тоже. Потому что, конечно, ЗТН. УЧЕ. Это... Кто еще шел? Хорошо, хоть нет клоча. Тот бы вообще бегал и бегал бы. У Рызи сейчас, конечно, полное преимущество. И пытается он, собственно, найти соперника, попробовать все-таки еще один фраг сделать. Так, там обилка Биджея. Биджея, по идее, мне вот еще одну должен забирать. Ну вот непонятно, что делать, две минуты, в принципе, еще играть. Ну, понятно, да, что надо. И обилочку, и полтиннички. Рызи, кстати, внизу где-то там стоит. Да, просто ждет действий соперник. Я думаю, хочет подловить на хэви. Так, а вот сейчас ракетка почти не нанесла дэмэджа. Это шанс для Сайфера, но почему же он пошел не к Миге? Просто обилки там, по-моему, на тот момент еще не было. И, в принципе, сразу идти стреляться. Ну, не ожидал, конечно, я думаю, что так все сложится. Еще и сферой заберут у него Мигу из-под носа. А у нас, к тому, к тому, тем временем, короче, минуту осталось. И Рызи уже включил учителя сплинтрак. В наушниках песенку. И, в общем-то, просто ждет, когда она все закончится. Тут еще и три полточка очень хорошо заходит. Ну, сейчас можно, собственно... Ой-ой-ой, что сделал Сайфер? Так, можно ли сейчас успеть все заточить? Да, можно, можно, можно. Рызи просто... Сейчас очень глупо сыграл. Зачем ему нужен был этот хэви? Он ему вообще был не нужен. Правда, Рызи топит, топит, топит. Ай, Рызи бы. Сейчас. В общем, бы не помешало, но ладно, разошлись. Правда, у Сайфера положение-то не очень. Что, всю карту отдаст? Да-да-да-да-да-да-да. Причем... Два биджея. У Рызи с обилочкой тоже откатятся. Так, сейчас может быть подлов? Нет, не может быть. Хорош! Хорош! Можно занять позицию на хэви хорошую. Но нет, Рызи уже, на самом деле, как новый. Сейчас даже побольше у него, чем у Сайфера, стэк. Нет, сейчас Сайфер карту заберет. Все. Психологическое давление было оказано на Рызи. Но он не знал, сколько у Сайфера. Что у него не очень много, на самом деле. Поэтому он думал, что все пропало. Сейчас Сайфер очень толстый. Надо просто найти соперника и грамотно подловить. Но Рызи будет здесь, я думаю, до следующего полтинника. Ну, собственно, вот и полтинник. Но сейчас уже, да, можно выходить. Ну, про это я говорю. Что, конечно, ЗДНчики, особенно какая-то решающая карта, они могут быть вообще небыстрыми. Ну да, Рызи просто здесь засел на Нелдгане. Будет до последнего ждать ошибки Сайферника. Да, Сайфер уже ищет как бы подобраться. Рызи вышел к ракете. Интересная картинка. Вечер перестает быть томным. До свидания. Быстро лопнул и врывается вперед Леша на решающей карте. Не очень повезло сейчас. Венгру. Так, еще с Респомни повезло. Надо закрыть. Офигеть, ребята. Он три Рысы, что ли, попал? Вот вам, ребята, халява. Вот это халява Quick Champions. Но здесь, на самом деле, конечно, не каждый эти три Рызы попадает. Обычно смиренно умирают на про-шахтюльке. Крызи там попал, непонятно. Сайфер при этом сейчас все съел. Сейчас еще и Хэви заберет. Что-то напоминает предыдущий раунд. Тоже полный контроль у цайфера. И где, вы думаете, будет тусоваться Рызы? Правильно, на Нангане. Ну, правда, не сейчас. Так, а вот сейчас Хэвик на халявку забран. И Рызы 100 на 175 с обилкой. Что-то Леша перемудрил. Так, так, так. Как ровно 3-бол залетел 20-20-10. Это какой-то пароль. Не буду говорить, от чего. Сейчас Рызы уже контроль занял. Так, врыв на Мегу через гранатки, но... Против BG, конечно, тяжко. Порой. И последний BG у цайфера остался. Ну, будем надеяться, что так же пропрет. Как и в предыдущем раунде цайфера. Так, сейчас еще Мега. За ним очень толстый. Нет обилки у Рызы. Да и понятно, где он тусует. Надо просто прийти и побыстрее его... Добить нет. Ну, вот как к нему подобраться? Он здесь... Короче, прописка у него тут. Это я беру. Хорошо, что нет клоча. Буду еще жестче. Не та, это карта все-таки для Quake Champions. Особенно... С учетом особенностей некоторых персонажей. Типа клоча, который... За которым просто можно гоняться 5 минут и... Ни разу не догнать. Ну, собственно, поэтому ее практически не берут. И сегодня она у нас первый раз на турнире. Да, время идет. Минута. Сейчас последняя у нас пойдет. Да, цайфер потолще. Но он вообще не идет сближаться. Примерно же он должен понимать, где соперник. Хотя бы там, да, на рапиджампах, на стрейфах залетать. Потому как, ну, просто терять все равно уже нечего. Но здесь прыг в телепорт и все. Рейзи уже на другом конце карты. Не, ЗТН это тяжело. Это тяжело. Это надо как-то нереально. Нереально. Или угадать, или... Не знаю, что сделать. Хорош, хорош, конечно. Очень крут, сыграл. 100-100. Остался. Рейзи. Да, очень классно подловил. Ну, там на самом деле не было особо разницы. Все равно уже по ситуации был. Ай-яй-яй. Для сайфера. И у нас 1-1. Но на самом деле по счету все интереснее и интереснее. Сейчас глядишь так и до... От глаза дойдет. Ну, это минимум, на что мы согласны. Вот не попадают Леша такие рейлы, которые обычно у него залетают с закрытыми глазами. А вот у Рейзи сегодня таких уже немало занес. С кем на DreamHack база будет 2 на 2? Угадайте свои варианты ответа, пишите в Donation Alerts. Как только будет угадан ответ, я, возможно, его озвучу. А может и нет. Смотрим дальше. Ну, здесь реально все. Игра полностью засушена. Потому что... Так. Ну, Леша ускоряется. Ну, Рейзи сразу... Ну, что ж такое. Ну, что за вообще ерунда-то происходит. Ну, ситуация была полностью выигранная. Цайфер все вначале попал. По Power Reel попал там ракеты, по-моему. В итоге фраг за Рейзи. Потому что просто он круче по углам терся. Ну, как так, а? Ай-яй-яй. В такой момент, ну вот... Ну, а что делать это за Те? Ну, это Рейзи. Он не будет, я думаю, перечитывать наш чат. И делать акцент на мнениях. Хорош. В своих мнениях о собственных тактических предпочтениях он будет просто следовать заветам учителя сплинтера. И не париться. Потому что... Надо... Надо проходить плей-офф. Есть обилка, ну... Там, правда, тоже обилка. И две рельсы Рейзи занес в Сайфера. Смотрите, сейчас выкрыли на джампаде. Чуть не убил. Стоха паслался Сайфер. Да, очень напряженный матч. Уже даже в первых раундах. Я бы сказал, даже немножечко скучнее, потому что реально... Ну, Рейзи вообще не высовывается лишний раз. Сайфер все же больше. Ходит в бой. Так, хороший момент. Еще лучше момент. Ну, Таби попробовать. Нет, Рейзи... Испарился. Испарился, пошел верхними проходиками. Выжидать. Хороший сейчас контроль. Может получиться у Сайфера. Рейзи... С того места, ребят, за эту минуту, или за сколько там времени, просто не сошел. Сейчас пойдет он, Нолган, съест себе второй полтинник и... Так, да шо ж такое-то, а? Да надо понимать, что... Рейзи на Нолгане тусуется и оттуда никого не уйдет. Вся карта как на ладошке. Это у нас уже очередной, согласно с Дэнни. Сайфер проверил нычку, но... Никого не нашел, а Рейзи предательски попал ракеточку в него. О, хорош! Там у Сайфера так мало осталось. Настолько мало, что даже не отображает экран эту цифру. Это из астрономии что-то. Но все-таки... Все-таки Сайфер забирает раунд, и... Рейзи не стал на Хэви идти. Может быть с Хэви и перестрелил бы соперника. 2-1 в пользу Беларуса. Напомню, дважды на Биджель в Бухарест. Рейзи обыграл Сайфера по ходу турнира. И сегодня на Italian Sports Open он также выиграл у него в первом матче в своем турнире. Сейчас у нас... Пока все, что мы видим... Это то, что Леша совершенно по-другому стал играть. Гораздо более качественно и тьфу-тьфу-тьфу. По стайку сейчас у него небольшой дискомфорт ощущается. В смысле, вообще ничего не съесть. Но вот Мегу сейчас отожмет. И Рейзи подставляется! Но здесь у Сайфера слишком мало на самом деле осталось. Поэтому... Естественно... Так, сейчас может быть моментик? Нет. Не буду друг на друга лезть. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну как Рейзи вот... Периодически, неожиданно, как Куршун набрасывается. Но здесь вот вопрос как раз... Чувство ситуации. Сейчас идеально прочувствовал. И фактически без демиджа в ответ. Соперника. Забомбил. Два биджей сейчас на экране. В облыхобилке. Наготове. И здесь не попасть. Так, Рейзи будет идти воевать. Очень как-то так странно Сайфер сыграл. Но у Рейзи осталось 100 хп. Хотя был он достаточно толстый. Настолько все это быстро произошло, что реально непонятно. Сайфер сейчас потолще будет. Но надо как-то это преимущество попробовать реализовать. Тем более время-то на самом деле тает очень быстро. Сейчас пойдет его четвертая минута. Он пока проигрывает. Лежит хэвик. Рейзи не идет, боится. Если Рокиджам будет, то он понимает, что там сразу шафтом ему помогут. Леша должен закрывать. Правда там ракета тоже очень хорошая в ответ прилетела. Но самое главное минус биджейка. Ох! Я вообще не понял, что это было. Тем более графика у нас не ахти какая. Но было очень больно. Нам биджей об этом голосом сказал. Полтора минуты до конца. Собственно счет ничейный. Сейчас по персонажам в этом раунде. Но главное, что Сайфер сейчас пас и обилочка уже готова. Повел сейчас Сайфер, что Рейзи свалился. А у него есть сфера, он продолжает давить. Сайфер там остался просто не какущий. Но там на налгане прикормлено. В принципе он сейчас быстро что-нибудь есть. Но сейчас-то как неудачно. Ну как неудачно столкнулись. Надо здесь у Рейзи учиться. Он стоит у другого косяка. Шутки у меня странные. Не каждый поймет однозначно. Ребята, один хп на решающий раунд. Да уж, очень жесток этот парень. Но зато у нас ого-го сейчас будет еще жестче все. Сайфер Рейнджер. Сайфер Рейнджер. Сайфер Рейнджер. Теперь у Сайфера биджей. Ну нужна пушка. Как можно скорее. Как бы он там не остался. На это же все нет. Ушел. Так, а Рейзи сейчас может отъесть всю карту. Ну даже ценой Рейла. Ой-ой-ой. Проблемы. 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 Надо бежать. Все. Все. Здесь не убежать. Как там не старался. Леша Астрильс. Так, последний килл. У Сайфера Рейзи еще два персонажа. Есть сфера. Девайсы одновременно практически. Причем Рейзи бы не успевает. Туда и туда. Есть Рейзи, но до поднятия Хэви. Поэтому Рейзи сейчас очень быстро подлечится. Да. Сейчас Рейзи может просто. просто исчезнуть. На карте и все. Нужна Сайфера очень сильно ракета сейчас. Конечно можно игренками. Так, смотри, что сейчас будет. Нет, сейчас всю карту отдаст Рейзи. Киллу конечно это отдавать нежелательно. Я не знаю сколько там стек. 175, 225, то есть четыре сотеньки. Плотенько отобедал. Алексей, но Рейзи все. Он засел, он засел. И еще есть сфера, которая сколько там время отката. не, Рейзи не пойдет. Не, Рейзи не пойдет. Серьезный дэмэдж. Ну вот да, такие руки джампы. Что-то надо, что-то очень быстро. И вообще не ждать ни секунды. Потому что, потому что Рейзи сам не придет. Это точно. За омеги и хэви фраги не дают. Все съел, тут же ломиться, что-то придумать. Ну там правда как-то корявенько все получается. Сайфера. Ну вот сейчас все съест опять. И как можно быстрее искать, где примерно понятно. На тихом ходе, через вот этот может быть проход. Времени еще на самом деле много. Главное не терять его ни на что лишнее. Интересный вид. Ну вот опять сайфер. Типа попугал и пошел. Подбирать лишнички. Ну правда на самом деле легко говорить, да. Там зайти просто нереально тяжело. Ай-яй-яй. Ну максимум, что это две пульки из шафта удается занести. Минута десять. У меня Рейзи не прыгнет. Блин, ну как это действительно тяжело выглядит. Это просто ужасно выглядит. Ну еще одна. Здесь конечно Хэви тоже важен. Кошмар 35 секунд. Это ребята ЗТНчиков в куче. Но четыре минуты получается Рейзи в принципе. Бегает. Потому что все у них там. Так, ну есть одна плюха, да. Ну есть. Ну дай. Ну как так, а? Ну пять секунд. Понятно все. Понятно все. Джи-джи Рейзи. Джи-джи. Дай. 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 Дай.